На флагштоке у здания Харьковской мэрии подняли российский флаг. Это сделали митингующие, которые пришли пикетировать сессию городского совета. Мэр Харькова Геннадий Кернес распорядился убрать знамя и даже сам пытался это сделать, но толпа его не пустила. Как всё было и висит ли флаг до сих пор, расскажет Лидия Калинина. Россия! Россия! До сегодняшнего утра здесь, рядом с флагами Харькова, области и Украины, висел стяг Евросоюза. Теперь, вместо последнего, развивается российский триколор. Может нам только Россия и поможет. Его повесили митингующие с лозунгами в поддержку России и крымчан. Россия! Россия! Севастополь! Севастополь! У нас русскоязычный город. Мы бы были на той стороне Майдана, если бы не было как минимум двух вещей. Первое, чтобы не возглавляли этих лидеров, националисты. И второе, чтобы эта революция действительно была мирная. Мэру Харькова о том, что перед его окнами появился флаг другого государства, сообщают во время сессии горсовета. Снимать его Геннадий Кернес отправляет своего зама, которому от толпы приходится спасаться бегством. Севастополь! 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 Кернес выходит решать вопрос лично. Отойдите все отсюда! Отойдите все отсюда! Все, разобьтесь! Милиция, станьте жеребной! Станьте жеребной! Ну куда ты лезешь, объясни! Еще два дня назад эти же люди встречали его овациями у памятника Ленину, который вышел защищать мэр. Теперь он для многих предатель. То, что здесь происходит, я против таких действий. И я считаю, что все должны успокоиться. Мэр уходит в горсовет продолжать заседание сессии. Толпа не расходится. Митингующие приносят флаг УПА и сжигают его прямо на пороге мэрии. Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Мы его сожгли, мы его растоптали. И так, как такова позиция большинства харьковчан, большинства Юго-Востока. Отдышавшись, Геннадий Кернес заверяет журналистов. Флаг снимут. Но только когда люди разойдутся. Разгонять их не будут. Никто не будет его полить. Никто не будет его разрывать. Никто не будет его уничтожать. Но на фасаде мэрии будет флаг развиваться. Я подчеркиваю еще раз. Государство Украина и Харьков. Ждать долго не пришлось. Чиновникам удалось договориться с протестующими. Российский флаг все-таки сняли. Лидия Калинина, Александр Яновский, телеканал Интер, Харьков.